Под Новый год у многих возникает желание делать подарки не только родным и друзьям, но и тем, кто у них больше всего нуждается. Есть много способов воплотить этот порыв в жизнь и помочь встретить праздник самым незащищенным. Купить дрова, раскрасить больничные стены, стать Дедом Морозом. А какие новогодние акции пройдут в нашей республике? Именно об этом мы поговорим сегодня в эфире программы «По существу». И у нас в гостях заместитель министра образования и молодежной политики Чуваши Светлана Петрова. Светлана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Накануне праздников очень многим хочется побыть в шкуре Деда Мороза и исполнить детские желания. А все-таки вот что хотят получить дети в детских домах на Новый год? Чего они ждут от этого праздника? Да, конечно, традиционно в обществе последние годы очень активно началось движение «Поможем детям из детских домов». Было много акций «Соберем шоколадный дом», «Каждому воспитаннику детского дома купим концтовары, новые альбомы для рисования». Но, к счастью, мы этот период уже прошли. Сегодня дети в детских домах в обыденном не нуждаются. Под Новый год все равно традиционно, и в нашей республике в том числе, многие благотворители продолжают еще собирать шоколадки, продолжают собирать еще концтовары. И я хочу обратиться сегодня и сказать неравнодушным гражданам, социально активным гражданам нашей республики, мы, конечно, благодарны, что вы проводите такие благотворительные акции. Но очень прошу, не проводите эти акции от имени детей, проживающих в детских домах. Вы хотите помочь? Помогите детям из малообеспеченных семей, детям, которые живут рядом с вами. Посмотрите у себя в подъезде, кто нуждается, ведь семьи разным, имеют разные доходы, имеют разные возможности. Соберите, скажем, записки желаний. У детей, которые живут в вашем подъезде, у детей, которые живут рядом с вами, может быть, дети ваших знакомых нуждаются в каких-то особенных новогодних подарках. А дети, проживающие в детских домах, они нуждаются в семьях. И поэтому вот этот крен, контексты уже поменялись. И у нас под Новый год в этом году запущена новая акция «В Новый год в новой семье». Мы хотим, чтобы все дети, проживающие в детских домах, а их у нас сегодня 142, на новогодние каникулы ушли в семьи. На сегодня уже 80% детей определены в семьи. У нас готовы эти семьи их после вот на новогодние каникулы к себе пригласить. Но, тем не менее, еще 20% детей нуждаются, скажем, во взрослых, которые взяли бы их к себе домой на каникулы. С ними бы ходили по музеям, по театрам, культурную, спортивную программу бы осуществили. И просто даже никуда, никакие особенные мероприятия не проводить, а просто побыть с ними в семейной обстановке. Вместе испечь пироги, вместе сходить на каток, вместе посмотреть телевизор, а потом обсудить какую-нибудь интересную передачу. То есть элементарные, казалось бы, обыденные семейные мероприятия, очень им нужны, они в этом нуждаются, потому что, к сожалению, в казенных домах вот эти компетентности, как мы сейчас говорим, они очень с трудом осваиваются нашими детьми, потому что они не видят эти семейные отношения. Практика показывает, что когда дети из детских домов гостят во время каникул, во время зимних, осенних, весенних, а может и летних, потом завязываются очень такие теплые отношения, и семья уже привязывается к этим детям, и большая часть из них потом уже уходит на постоянное проживание в семье. А вот все-таки психологически не сложно ли детям, допустим, как раз находиться в новогодние каникулы, допустим, в семье, а потом возвращаться в детский дом? Ну, конечно, есть там немножко вот эта другая сторона медали, как мы говорим, не все так гладко, конечно, есть обида, обида, что тебя опять возвращают как ненужного, скажем, ребенка, как не своего ребенка, но большая часть, как я уже говорила, большая часть семей, они продолжают, поддерживают отношения. Светлана Владимировна, как сейчас вообще идет подготовка к Новому году? В целом, конечно, в этом году очень много широкомасштабных мероприятий запланированы, сейчас, понятно, и политическая ситуация в стране изменилась, и появились уже тренды, что отдыхаем Россия, отдыхаем Чувашии, в нашей республике тоже большое движение началось. Сейчас делается много программ, мероприятий, готовятся катки, готовятся лыжные трассы, в школах будут работать спортивные залы во время каникул, они будут принимать родителей вместе с детьми на разные спортивные соревнования. То есть в ближайшее время будет открыть единый сайт, сейчас подготовлен сайт, зимний отдых. Насколько я знаю, в начале декабря все выпускники 11 классов будут писать сочинения на допуск ЕГЭ, вообще расскажите, пожалуйста, зачем это нужно? Таким образом мы дали сигнал 11-классникам, педагогам и родителям, что ребятам надо читать, для того, чтобы писать сочинения, надо читать. Как и в прошлые годы сочинения проводятся, 2 декабря, было уже определены направления, 5 направлений, а внутри направления, конкретные темы, они будут уже в день экзамена, в день 2 декабря, розоварный отзор по этим 5 направлениям нам даст темы. Выпускники где будут писать сочинения? То есть на базе своей школы или, по примеру, ЕГЭ они будут там идти куда-то писать? Обязательно. Все выпускники, 11-классники пишут сочинения в своих школах, под руководством своих учителей, проверяют их независимая комиссия. А что вот по итогу сочинения? То есть они набирают какие-то баллы? Что будет с теми, кто не наберет определенное количество баллов? Они там смогут пересдать или как? Сочинение проверяется по принципу зачет-незачет. Те ребята, которые не получили незачет, то есть не смогли справиться с сочинением, они имеют право два раза еще его пересдавать. Это 3 февраля и 4 мая. Заговорили о ЕГЭ. Будет ли возможность тогда у выпускников пересдать сам экзамен? Да. Вот очень хочу особо подчеркнуть, что во время пересдачи экзаменов ЕГЭ, это уже летний период, очень будет строгий контроль. Мы в рамках, скажем, и антикоррупционной политики берем на особое внимание, на особый контроль, особенно пересдачу. Во всех аудиториях будут онлайн-наблюдения, во всех аудиториях будут работать наши наблюдатели и общественные наблюдатели, государственные сотрудники, инспектора наши. И поэтому сейчас сразу хочу сигнализировать, скажем, и для родителей, и для выпускников, что пересдача намного труднее. Поэтому надо стараться сдавать экзамен в основной день. Вот, насколько я знаю, не только одиннадцатиклассники будут сдавать такие вот пробные экзамены, но и выпускники четвертых классов тоже будут сдавать подобные экзамены. Что их ждет и стоит ли бояться такого рода экзаменов? Да. Начальное звено заканчивается, и государство хочет посмотреть, как наши учащиеся начальных классов осваивают программу начального звена. Сейчас, вот 1 декабря, завтра мы начинаем апробацию процедуры. Это не сам экзамен, поэтому не нужно пугаться ни детям, ни учителям, особенно родителям. Это еще не экзамен, это еще не проверочная работа. Это всего лишь апробация процедуры по русскому языку. Завтра вот диктант в 28 школах нашей республики, 1400 учащихся пишут. Третьего будут писать уже вторую часть там ответа на вопросы. Сами экзамены будут проходить, проверочные работы будут проходить в апреле месяце. В 16-м году все четвероклассники России. А по каким направлениям будут проверочные работы проводиться? А, ну, пока по двум предметам, русский язык и математика. А дальше будут добавляться и другие предметы. Я особенно хочу успокоить родителей. Это обычная контрольная работа по итогам учебного года. В чем отличие? Отличие в том, что материалы для проведения этой контрольной работы готовит не сам учитель, как раньше традиционно, а эти материалы мы будем получать из Москвы, из Федерального института педагогических измерений. Ну что ж, Светлана Владимировна, большое спасибо за беседу. Я напоминаю, в эфире программа «По существу» мы общались с заместителем министра образования и молодежной политики Чуваши Светланой Петровой. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok